здравствуйте друзья когда-то была такая рубрика письмо позвало в дорогу вот а у нас дорога сама по себе а письмо как бы на дорожку михаил добрый день смотрю ваш канал давно он помогает на некоторые вещи посмотреть с другой стороны с которой я бы не мог подумать что так можно сделать обращался вам как-то за советом несколько раз хочу в очередной раз обратиться если вы не против зовут эдуард 26 лет не женат без детей работаю системным администратором образование среднее специальное техникум профессия техник электроник и вот меня мучает вопрос проработав на разных должностях начиная от рабочего до инженера в течение 8 лет то есть он 16 с 18 лет работы и на последнем месте работы уже три года я не что толком не заработал как работнику ко мне претензий нет на хорошем счету руководства и меня это не сильно устраивает что я тут ничего не могу заработать а учитывая что в моем городе да и в стране мало работы мне все говорят что ты сидишь на очень хорошем месте и не надо текут никуда в ближайшее время уходить меня это даже в каком смысле злит что пока ждать этих неизвестно когда лучших времен чтобы что-то поменять мне пока 26 я хочу меня джи хочу менять в жизни побывать попробовать надо а когда наступит эти хорошие времена мне уже может и будет 26 29 я потом буду жалеть что сидел на месте работал за копейки сравнивая себя с двадцатилетними и завидуя им а время то ушло и как бы сорваться и поехать другой город без ста процентов предложения работе это вопрос такой сорваться и поехать другой город без ста процентов предложения или искать сразу стопроцентный вариант о работе а потом ехать но тогда меньше времени на поиски дольше времени на все чтобы изменить свою жизнь вот такой вопросец что у нас получается молодой человек который зовут эдуард нам показывает на некоторое противоречие которое в его жизни произошло противоречие состоит в том что он восемь лет работает имеет среднее специальное образование и ничего не заработал и я честно говоря немножко удивлен тем что он там какое-то противоречие нашел он мог бы даже иметь высшее образование и проработать восемь лет и точно так же ничего не заработать а откуда деньги то я я не понял откуда вообще сама мысль возникла о том что он должен был быть чего-то заработать ну может быть он по молодости лет не никак бы не понимал и сейчас стал постарше и говорит что же такое получается ну то есть он как бы столкнулся с проблемой да и я хочу сказать что первое что нужно просто принять как констатацию не не как вот злой урок какой-то там судьбу несправедливую и так далее надо принять как констатацию тот факт что двигаясь этим путем он изначально не мог ничего заработать и выдать как вот там камень там да и написано лево пойдешь направо пойдешь если вот есть камень на нем написано если ты со средним специальным образованием будешь работать ну даже он с админом там я не знаю в каком-то относительно небольшом городе и где нет большого выбора возможностей где нет профессионального рост какого-то такого да где можно нахвататься набраться к 26 годам и так далее как так если ты будешь как все грубо говоря будешь как все ничего не заработаешь потому что все не зарабатывают ничего и живут довольно бедно я буквально на днях вот на той неделе разговаривал с семьей одной они приехали из израиля муж жена двое деток вот они пришли green card лотерею выиграли сами они из из казани корнями и мы начали про израиль с ними разговаривать и я так но из общих соображений там в рейтингах всяких там израиль выходит там на двадцать втором там двадцать третьем месте по уровню жизни в мире ну то есть казалось бы уже не так плохо 22 23 это он евросоюзе 28 стран совете а там еще есть япония там и австралия и сша и быть на двадцать втором месяце совсем казалось бы неплохо но вот мы разговариваем и они говорят что бедно вот фактически там люди работают за жратву машина дорого жилье сейчас последнее время стало так дорого что что уже позволить себе нельзя вот когда люди приезжали там в 90 они покупали иммигранты там в состоянии были купить жилье сейчас нельзя и вот такой разговор знаете я думаю на ночь как интересно то есть что я хочу сказать там есть богатые люди но в целом если ты как все то ты имеешь но я извиняюсь кукиш с маслом это задумано так посмотрите на америку если ты в америке как все ты тоже сосешь лапу в лучшем случае потому что как все у тебя ничего нет ну конечно в том смысле что в странах страна в целом побогаче в целом побогаче если ты в ней не иммигрант вот там в первом поколении а допустим уже там до 3 4 5 там я не знаю у тебя кое-что досталось конечно в америке 70 процентов населения живет в собственном жилье это правда статистически живет собственном жилье но но что это за жилье это что же вопрос интересный вот и сколько они там зарабатывают поэтому то тоже не богатая страна может показаться что вот так это тоже не богатая если ты в америке как все в америке половина населения налогов не платит вы вы представьте себе что половина налогов не платит вообще а один процент платит я забыл там сколько там было 38 вот последний раз я когда смотрю 38 процентов всех налогов платит один процент населения о чем это говорит о том что население в целом не богатая вот поэтому конечно я я не стану сравнивать я не какой не я настолько циничен чтобы там на одну как бы доску ставить условия допустим совсем плохие условия там не совсем плохие это как бы я просто что хочу сказать что быть как все это самый надежный способ к тому чтобы особо ничего не иметь поэтому у вас есть два пути что ли на самом деле может 3 по дороге возникнет пока что вот мы о двух говорим значит первый путь состоит в том чтобы физически переместиться куда-то где в целом лучше в целом лучше и оставаясь как все но просто в другом месте вы относительно себя улучшите свое материальное положение если вещи это материально правильно это из-за материального положения настроение портится вы можете переехать в москву я не знаю насколько это правильное решение но я понимаю что там денег больше крутится у вас там будет больше возможностей тогда может быть не не в течение первого года может быть давно там к тридцатнику например да вы почувствуете разницу так так мне кажется это один путь и вы видите что очень много людей идут по этому пути вот вокруг вас они идут в большие города посмотрите там кто сегодня живет в москве в питере сколько там коренных москвичей осталось поэтому это путь и безусловно собственно у нас автор письма эдуард он спрашивает стоит ли мне идти этим путем но он как спрашивает он говорит стоит ли не поехать и там уже искать работу или стоит сначала найти работу а потом поехать но если он в конце концов такой ну как бы осторожненький такой но найди сначала работу у тебя больше времени займет сначала найти работу чем чем поехать и там искать но ничего страшно а чё тебе время то ну и я не имею ввиду что мы же не говорим про 5 лет или 10 мы говорим вам пару месяцев но ничего страшно возьми пару месяцев ищи работу пару месяцев в твоей жизни ничего не решает ты он уже несколько лет там где-то и ничего страшного и ничего не заработал эти уже хорошо же вперед пошел так итак первый путь перебраться в какое-то место где больше возможностей для самореализации и если он лучше самореализуется более полно самореализуется соответственно будет материально себя лучше чувствовать хорошо я думаю что на самом деле вопрос не только в том что он ничего не заработал вопрос в частности в том что он не чувствует себя в состоянии человека контролирующего собственную жизнь ему говорят от тебя ничего не зависит сидишь и сиди глядишь как-нибудь тебе там перепадет а ты вот сидишь а тебе 26 лет а ты ничего в своей жизни не решаешь вот это конечно я думаю что это тоже фактор в том что тут происходит значит дальше это один путь второй путь это перестать быть как все он с одной стороны как бы сложный потому что надо что-то делать почему вот все это все почему плохо быть как все потому что все ничего не делают не то смысле что они не ходят на работу бывает что все очень очень сильно впахивают а кто там отбойным молотком кто там кувалда и кто там я не знаю еще чем они могут быть очень тяжело работающими людьми я не имею ввиду что они нагрузки не имеют я имею ввиду что они в жизни своей ничего не делают они хотят быть как все и в наше время например а те а тем более в поколениях там перед нашим быть как все было средством выживания потому что как только ты никак все те голову отрезали если ты хуже других значит плохо если ты лучше других тоже плохо поэтому ну а сейчас вот такое время когда богатство правда вот в любых количествах доступно каждому сейчас демократизация богатство происходит раньше ты чтобы быть богатым должен был родиться в семье богатых там было 20 фамилий там на всю америку например тогда дюпоны морганы там ротшильды и вот а если ты не из этих фамилий то все но ты будешь как все ну относительно конечно там был слой людей между все и очень богатые вот сегодня ты можешь быть из бедной семьи и стать я не знаю кем вот паренек который я я фамилии к сожалению не помню вот наш соотечественник там из киева которые ватсап создал вот они приехали на волк перед были их семья хотя он сегодня там богатый человек демократизация богатств значит сегодня есть возможность есть возможность очень хорошо подниматься если ты не как все есть такой человек герман антингел я про него рассказывал там пару раз у него есть несколько ну по него надо не книжечку смотреть а его надо слушать там аудио он написал первый в истории человечество диск как так называемый золотой диск он был он продался больше одного миллиона экземпляров где не было музыки эстрады там не было это не было произведение вот такого искусства это просто была речь вот его речевой диск продался более чем там миллионам копий разошелся от легендарный человек он такой мотивационный спикер и я не хочу о нем сейчас рассказывать хотя он сам по себе совершенно потрясающий и вот у него есть там вот это его речь и он говорит дословно если я может быть я не скажу дословно но он говорит people do not pay for mediocrity давайте или там nobody wants to pay for mediocrity никто не хочет платить никто не хочет давать деньги за посредственное понимаете надо перестать быть посредством и это не не так сложно на самом деле потому что практически подавляющее большинство людей которые идут в категории посредственное они в общем так довольны они они не стремятся выйти за рамки посредственно их устраивают они вас цепляют конечно они вам говорят а где родился там пригодился эти не лучше других не хуже других знаете как живете ведь слава богу никто не завидует знаете и вот вот они там живут и чем хорошо вот это движение по пути к тому чтобы выйти за рамки посредственного как все чем чем это хорошо вы контролируете это движение вот когда вы сидите на работе и соответственно ждете что вам чего-то перепадет ни одна работа на свете не устроена для того чтобы вам там перепало ну сколько люди там создают бизнес и организации там еще что то вот последняя мысль которая у них в голове есть это чтобы что-то перепало человеку который там закончил техникум живет в небольшом городе податься ему некуда и он как бы эти ну вот нет нет таких организаций которые создаются чтобы осчастливить вот этого человека не в америке нет не не в китае нигде нет понимаете не для них это создается они работают деньги получают спасибо им все ну как и до свидания значит поэтому когда вы идете по пути вы говорите я хочу перестать быть как все это путь который вы можете контролировать но если не на сто процентов то в известной мере можете вы можете сказать себе я поеду в москву работать вы можете сказать себе я там поеду в европу я поеду в америку я выучу французский язык или английский я закончу университет а чего вам университета не закончить тем более вот айтишник там техникум закончил бы университета чего 26 лет мари он являл я 26 лет два университета закончил есть тут связи и матфак университета в твери и ничего другие работал когда второе образование получал я работал и получал второе образование и на меня смотрели как на идиота это сейчас когда вот ты второе образование получаешь быть понятно там никого не удивить в наше время мне укрутили палец у виска это зачем у тебя же есть образование не горел я бы есть а мне хотелось еще знаете спросите меня зачем хотелось я не знаю не то чтобы я потом работал математиком или там что-то я преподавал я преподавал математику потом в институте портами так в удовольствие в охотку но что я хочу сказать что чё вам не учиться-то вы хотите подняться причем на самом деле на вот это вот подняться выйти из как все можно например оценивать это категориями там в каком проценте я нахожусь ну например если вот мы смотрим там на доходы людей есть статистика она официально публикуется в соединенных штатах для того чтобы семья принадлежала к одному проценту наиболее зарабатывающих там хаусхолдов я боюсь соврать вам тысяч там четыреста тридцать четыреста двадцать нужно зарабатывать на семью в год и ты попадаешь в один процент там а если ты зарабатываешь что-нибудь там миллион на семью то ты уже попадаешь в это не одна десятая процента это что-нибудь пятнадцать сотых процента вот вот из того что я последнее время смотрю так меняется это все потихоньку значит ты можешь оценивать свою успешность свою принадлежность к категории как все или категории там никак все ты можешь оценивать по проценту какой процент людей работающих войти да вот вы же работаете войти эдуард у нас войти работа значит какой процент людей работающих войти там си с админами не имеет высшего образования войти и вы увидите что например просто перейдя в категорию людей с высшим образованием вы уже серьезно улучшите свое как все это будет уже намного лучше а сколько из них допустим владеет прилично английским языком и вы получив прилично английский язык и никто вам помешать не может абсолютно значит улучшаете свое как все а сколько из них в состоянии найти работу в москве питере там я не знаю где другом любом другом месте в скажем американской компании или европейской компании и каждый день иметь дело там с заказчиком на иностранных языках развиваться и так далее и выйти в категорию допустим это человек а которого приглашают на работу за рубеж или если он может быть не приглашают если он захочет он может легко это сделать давайте то есть это все абсолютно ваших руках столько сколько вы будете ждать что что-то такое произойдет а столько вы будете идти по лестнице вниз вы не будете сидеть на на платформе и просто смотреть как поезда мимо проходит нет вы будете опускаться вниз когда поезд подойдет вам будет все труднее и труднее и труднее заскакивать на эту платформу потом в поезд с этой платформы ваша платформа ухудшается вы становитесь старше вы становитесь менее перспективным вы становитесь менее способным что-то делать вы становитесь морально деморализованным уничтоженным эти больше теперь внутри не способны ни на что потому что вы сидели 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 и только в сказке можно 33 года на печи пролежать а потом кстати оказалось что он там богатырь и всех пошел расфигачил там значит в реальной жизни вы можете здорово здорового физически человека положить на печь он там пролежит три месяца и встанет инвалидом если вообще встанет давайте вы не хотите быть вот этим вот я под конец я думаю что я понятно обрисовал картинку значит я под конец расскажу вам из жизни ситуацию где-то в девяностые годы в конце девяностых интернет знать пошел тут попер и был такой термин интересный information super highway пойти до этого информацию нужно было искать выуживать очень сложно было добраться до информации а тут вдруг информация поперла стало много информации и вот этот информация супер хайвэй а еще в английском языке есть такое слово road kill то есть зверушка убитая на дороге но вот там бежал зайчик там там бобер какой-то там я не знаю ракун перебегал дорогу олень вот так едешь по дороге бах там какой-то мертвое тело животное лежит скунс тоже бывает очень пахнет потом сильно так вот вот этот road kill и был какой-то компьютерный журнал там рекламировались компьютеры было много таких вьетнамских мастерских я не собирали сами там по такой кастомизированной значит там архитектуре и вот там было много-много там сотнями и также были объявления о разных курсах самых разных примитивных обычно самых простеньких каких-то курсах и вот там была такая реклама значит там что-то они там предлагали обучение и фраза была такая do not be a road kill он за информацию супер хайвэй понимаете вот чтоб тебя новая жизнь не раздавила там не выбросила на обочину мертвяком поэтому значит вот ты видишь жизнь вот она идет вот есть магистраль она прет она понеслась смотри чтоб тебя не прибило там понимаете и это абсолютно у вас в руках это вы можете сами вы можете получить высшее образование вы можете учать изучать иностранные языки вы можете находить работу где у вас будет расти квалификация а можете не искать можете сидеть и радоваться тому что есть там программист 1с о шикарно правда вот можете так пойти поэтому растопырится там пойти там все завидуют значит вот вот собственно и все значит сегодня у нас эдуард находится в положении вот этой зверушки подбитый лежит на обочине и ему говорят скоро будет помощь скоро будет помощь а он главное у него руки целы ноги целы чего на обочине сидит ему там делать то вообще ничего но он так как-то ему удобно вроде лежит ему все гадали же ведь что ты сутишься лежи нормально все сейчас будет сейчас нефть подорожает а что блин если нет и в общем вот так вот начинается так что друзья эдуарду привет всем тем кто чувствует себя на обочине тоже привет и как бы пожелание на обочине не лежать взять свою жизнь под контроль свои руки взять и двигаться дальше вот и все а прикольно правда вот так я сейчас задним честном прикольный год 8 лет работаю где денег нет ведь как так получилось да друзья пойду работать счастливы ты Субтитры создавал DimaTorzok